У выпускников тверских школ горячая пора. Время сдавать единый государственный экзамен. Первый ЕГЭ был проведен 26 мая. Ребята сдавали предмет по выбору. 29 и 30 мая обязательный русский язык. А первого и второго — математика. Безусловно, череда экзаменов — это стресс и для самого выпускника, и для его семьи. Впереди еще три сложных недели. Как пережить эти дни и поддержать детей? Полезные советы в следующем сюжете. Ученица 34-й школы Валерия Назарян перечисляет список предметов, по которым ей нужно сдать ЕГЭ, чтобы поступить в ВУЗ. А в планах выпускницы ни много ни мало — освоить профессию ветеринара. Поэтому перечень впечатляет. Как основная математика, русский, потом географию, биологию и химию. Первый экзамен состоялся 26 мая. Это был предмет по выбору. Валерия сдавала химию, кто-то географию, кто-то литературу. Второй — он обязательный русский язык 30 мая, 1 июня — математика. Безусловно, есть волнение сетует будущая абитуриентка. Но поддержка семьи, да и позитивный настрой позволяют с ним бороться. Сначала было тяжело первый экзамен сдать. Это было самое тяжелое. Это была химия на первом экзамене. После последнего звонка это было очень тяжело. А потом химия прошла, и все дальше, все было хорошо. Все переживают, конечно. Многие с вечера переживают. Поддерживаю всех. У них есть переживания, а я как-то уже нормально. Я к этому и приноровилась. Родители, рассказывает выпускница, тоже волнуются. Но нагнетали больше в начале года. А сейчас только внимание и поддержка. Спокойная обстановка в семье точно облегчит моральное состояние человека, который сдает экзамены и готовится шагнуть во взрослую жизнь, говорят психологи. Советы специалистов очень просты. Но при всем этом выполнить их довольно сложно. Волнение перед экзаменами — это нормально. Каждый человек испытывает его перед важным событием. Самое главное — держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Поддержка родителей тоже очень важна. Нужно поддерживать детей, хвалить их и вселять в них уверенность в себя. Кроме того, ночью перед экзаменом никакой зубрюшки. Только отдых и здоровый сон. Кроме того, родителям советуют следить за питанием своих, пусть и взрослых, но пока еще детей. Оно должно быть сбалансированным, чтобы хорошо работал мозг. А чтобы период экзаменов прошел без нервных срывов, еще важно внимание учителя. Народный учитель России, педагог с 30-летним стажем Андрей Мишин подготовил не один десяток школьников к сдаче ЕГЭ. Он уверен, что готовить ребенка морально к таким событиям нужно заранее. Морально я начинаю это готовить, что называется, очень-очень долго, понимая главную мысль, что надо верить в успех ребенка и постоянно говорить им о том, что вот я твой учитель, я с тобой рядом, я верю в твой успех, у тебя все получится. Вот это такой, знаете, лейтмотив, такой девиз моих детей, мой собственный. Кроме того, даже в случае разочарования нужно не нагнетать, а предлагать реальные выходы из сложившейся ситуации. Например, не хватает баллов в желаемый вуз, но ведь можно найти достойную альтернативу. В Тверской области в этом году ЕГЭ сдают около 5000 выпускников. Последние испытания по информатике они пройдут 20 июня. Глава региона Игоря Руденя также пожелал ребятам сохранять нужный настрой. Помните, что вы часть большой великой страны, вы будущее нашего Отечества. От ваших знаний и умений, вашего труда, зависит благополучие Родины, Верхней Волжья и ваших родных и близких людей. Поддержать экзаменуемых также пытаются и школьники младших классов. Например, для старшеклассников ученики 40-й школы нарисовали позитивные рисунки и развесили их по школе. Кто-то написал теплые письма. Поэтому 11-ти классникам для успеха, помимо добросовестной подготовки, нужно решить главную задачу – справиться с этим самым волнением и страхами.